и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео я как и говорил хочу поговорить с вами о последнем заявлении которое было записано на лапшиным на его канале часть из вас видели это видео в котором лапшин удивился тому что за 30 лет оккупации азербайджанских земель армяне так и не посетили во всяком случае армяне из армении столь любимый в кавычках на горный карабах хотя чуть позже я оглашу как говорится весь список тех вопросов которые он почему-то не дозадал заинтриговал что за вопросы тогда давайте послушаем вначале что же сказал сам лапшин так он озвучил свое удивление касательно не посещение армянами армении карабаха давайте послушаем что он говорит а затем я опишу те вопросы озвучить его вопросы которые он почему-то не задает армянской стороне хотя эти вопросы лежат на поверхности в частности даже по визитам с армянской стороны так называемого в кавычках нагорного карабаха за 30 лет давайте послушаем друзья привет у нас за реван и республика армения сегодня у нас получается 27 апреля скоро уже начинается май потом будет лето я сегодня вот хотел о чем поговорить вроде как про путешествие но не совсем про путешествие смотрите сколько людей на ваш взгляд вот какая часть населения армения почему именно армении не армянский народ а армения какая часть населения армении хотя бы раз жизни бывали в арцахе на горном карабахе я недавно шел по улице в Ереване и встретил девушку которая работала раньше в мид арцаха в степанакерте раньше до того как значит азербайджан закупировали арцах там были правила въезда в общем азербайджан оккупировал арцах он что-то попутал учитывая что он корчит из себя международного журналиста кто признал так называемый арцах независимым или хотя бы я уж не говорю в составе армении так кто же оккупировал чьи земли я даже сейчас не беру говорить о том что арцах так называемый арцах не признала даже сама армения так с чего же азербайджан оккупировал свои выходит же земли он вообще понимать что он говорит с этой точки зрения хотя бы но мог бы как-нибудь иначе высказаться но никак не оккупировал продолжим восстановил скажем так нарушил мирный процесс урегулирования карабахского вопроса это я бы отдаленно бы еще бы понял но оккупировать свои же земли что-то у человека уже не то я так полагаю и дело уже не в том что он отрабатывать чужие деньги слово оккупировал интересно звучит в кавычках продал продолжим слушать иностранцы исключая кажется граждан россии или не граждане россии тоже короче говоря все иностранцы которые приезжали в арцах должны были получать там регистрацию то есть граждане россии могли въезжать в арцах вообще без проблем но все равно обязаны там регистрироваться в миде степанакерте граждане там европы америки все прочее они просто так ехать в арцах не могли им надо было идти в прорицейство арцаха в ереване и там получать въездную визу и потом приехав регистрироваться были такие правила в общем эта девушка работала там и когда я там бывал в арцахе она как раз меня не регистрировал но короче она там работала в офисе какое представительство мида так называемого арцаха могло быть в армении а каком министерстве он говорит кто-то министерство признал если данную территорию независимо не признавала даже сама армения он вообще понимает какой то дурдом продолжим сейчас она соответственно находится в ереване нету ни арсаха не мид арцаха к сожалению но она мне рассказала вот какую вещь в контексте что по ее мнению 99 процентов жителей армении вообще никогда не бывали в арцахе то есть бубник там по фейсбуку по интернету наш арцах не отдадим там все умрем как один вот это все это да побывать в арцахе да там бывали армянские солдаты которые служили были родители которые приезжали но это немножко другая ситуация не трудно называть солдат которые сидели на постах туристами давайте остановитесь в армении проживает проживала два с половиной два но приблизительно двух до двух с половиной миллионов армян все остальное количество населения армянского народа проживает вне как вы понимаете армении а сколько выходит по разным подсчетам от двенадцати с половиной миллионного армянского народа проживаешь его даже вне армении посещала карабах все двенадцать с половиной миллионов оставшихся кто-нибудь в это верит сколько из двенадцати с половиной миллионов остального армянского народа посещала карабах почему он этот вопрос не задал за 30 лет а а ведь и армянист диаспоры кричали о том как они любят так называемый нагорный карабах сколько из них посещали карабах хотя бы один раз почему он задается вопросом только в отношении армян армении странно как то не находите это один из вопросов которым ему стоило дополнить данный вопрос следующий вопрос который он должен был задать если он задает вопрос почему армяне не посещали столь любимый в кавычках ими так называемый нагорный карабах а почему за 30 лет ничего не было отстроено так куда же им приезжать если они ничего и не вкладывали куда им приезжать следующий момент многочисленные армянские фонды об этом неоднократно вопрос многие поднимали но никто из армян так и не ответил в которые армянские диаспоры выделяли достаточно большую сумму денег в том числе фон фонд круг и ему подобные я уж не говорю про часть большую достаточно основательную часть бюджета армении который также отчислялась в постройку так называемого нагорного карабаха где эти деньги тем более нагорный карабах ведь не отличался честной позиции даже с точки зрения оккупанта он еще и грабил недра то есть еще были дополнительные обогащение куда шли все эти деньги почему-то лапшин этот вопрос не задает армянской стороне а ведь деньги не шуточные мягко выражаясь нет это его не интересует его не интересует также очень банальный вопрос учитывая но он же себя позиционирует евреям он не задается вопросом как в армении в свое время мог быть кандидатом в президенты глава армяно-арийского ордена и при этом армяне кричат что у них антисемитизма и фашизма нету как же так восемь процентов набрал тот самый глава армяно-арийского ордена немаленькое количество и это было в начале двухтысячных почему он молчит об этом я знаете я я даже не понимаю и по одной простой причине уж каким был в свое время при радикальным армяно филом сатановский это даже он в свое время не выдержал и намекнул что он помнит о дошнаках то же самое звучало из из уст такого метиса он сам в общем то это признавал как владимир жириновский и плевать на армению помните его слова а вот лапшин он не видит ничего преступного в антисемитизме армян и в том как армяне в кавычках любят в кавычках на горный карабах интересно при этом я заранее знаю что он не ответит ни на один из этих пунктов будет отмалчиваться делать вид что не слышит ну у человека видимо плохо со слухом как то так дорогие друзья список вопросов которые хотелось бы задать и которые по идее должен задать лапшин если он так переживать за армянский народ очень обширный как можно переживать за свой народ но при этом практически ничего не делать даже для модернизации собственной армии при том что азербайджан в открытую не скрывая готовился к освобождению родных земель как же так как же надо ненавидеть свой народ чтобы не вооружать не пытаться как-то двигаться не скажем так ну хотя бы в каком-то смысле не уступая движению азербайджана вперед в отношении вооружения как можно при этом говорить что ты любишь свой народ если ты не вооружая свою армию все время говоришь что необходимо воевать за карабах то есть ты бросаешь их на погибель ты заранее их готовишь на погибель и этот вопрос лапшин не задает армянской стороне не выгодно не выгодно говорить критиковать было армению за ее дружбу с ираном а ведь лапшин в общем то еврей или ошибаюсь как то так дорогие друзья за дружбу армян с ливаном и с ираном и с евреев погибло за дружбу армян с теми же самыми палестинцами тоже вопросов нет все нормально на этом все дорогие друзья в следующем видео мы с вами поговорим об александрове но том самом сад экс сотрудники мгимо всем удачи лайки дизлайки комментарии которых вы можете выразить свое мнение или дополнить список вопросов которые стоило было было пшено задать своим армянским фанатик фанатам а также не забудьте что под видео как и всегда я оставлю не только ссылки на видео которые мы с вами в частности рассматривали но также необходимые данные для спонсорской поддержки канала всем удачи до свидания до свидания до свидания